коллеги я вас приветствую давайте начнем нашу очередную лекцию мы с вами изучаем равномерную исходимость несобственных интегралов с параметром так вот чем мы сегодня займемся первую часть лекции мы будем исследовать интегралы вот такого вида но обычно удается под интегральную функцию разбить как-то в виде произведения про каждый из со множителей мы что-то знаем дополнительно вот такие будем интегралами изучать значит в основе доказательств будет положено формула боне давайте ее вспомним а я так пока прямо значит что за формула боне ну вот у меня есть интеграл чик до определенный интеграл риммана от произведения я хочу усреднить его да то есть вот вот в таком виде ну вот кто вспомнит что нужно здесь требовать да ну интегрируемость понятно у нас все будет непрерывно так что это будет выполняться да главное это же не строго убывает это когда я вот так усреднил и не отрицательно на вот коллеги формулы боне положим в основу доказательств следующих двух признаков да и так поехали вот это уже можно конспектировать я разделю доску ну поехали теорема 7 признак дирихле я прям был усказал давайте теперь реализуем пусть у меня функции f и же функции двух переменных непрерывно на декартовом произведение промежутка а b по x и множество а это по альфа и пусть вот непрерывные функции таковы что что выполнено первое что мы требуем в признаке дирихле требуем следующее вот надо рассмотреть такую функцию требуем чтобы эта функция была как говорят равномерно ограничена это что означает да просто ограничено на вот этом декартовом произведение значит ограничено на а g я требую здесь ну в признаке требуем монотонность по иксу при фиксированном альфа монотонно на а б для любого альфа из а ну и третий пункт вот эта вот функция семейство функций равномерно сходится к нулю на а при икс стремящемся к б слева вот если у меня выполнены следующие условия тогда интеграл от произведения этих функций сходится равномерно а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, коллеги, вот расписали определение равномерной сходимости, да, последовательности функции, ну не последовательности, а семейства функций с параметром. Ну, давайте я тут для красоты на 2М поделю, ну-ка, особо к делу это не относится. Ну что, коллеги, пока все ясно, хорошо. Ну что, зафиксируем альфа и за. Напишите, можно считать, что G какой-то определенный тип монотонности имеет. Какой? Ну, раз я написал, давайте покажем, Миша, да, какой я формулой хочу сказать, то я потребую, чтобы функция не убывала. А если у меня не так, что мне нужно сделать? Ну, заменим G на минус G, правильно, коллеги, на равномерную сходимость это не повлияет. Итак, ну, напишите, можно считать, что G от X, точка альфа, не строго убывает. Ну, а раз у меня предел равен нулю, то как она не строго убывает? Ну, значит, не отрицательно, да, и значит, G не отрицательно надо. Хорошо. Пусть у меня, ну вот, в эпсалонокрестности, в B эпсалонокрестности выбраны два числа, кси и это. Тогда, что я могу сказать? По формуле Банне у меня найдется точка лежащая, здесь такая, что, давайте с вами посмотрим, такая, что, что. Ну, вот у меня кси это, F от X альфа, G от X альфа, DX. И это все. Ну, ребят, применяю, выношу G. G выносится у меня с чем, да? Значение в нижнем пределе. G от кси альфа, здесь у меня от кси до средней точки С, F от X альфа DX. Коллеги, все понятно? Хорошо. По формуле тогда. Тогда имею следующую оценку. Навесил модуль на отрезок такого интеграла. Так, дальше что? Ну, поехали. Модуль сюда. Коллеги, как-нибудь можно написать вот этот отрезок интеграла через нашу функцию F? Ну, а всем видно, что это разность, да? Андрей, я правильно вас услышал? Это разность С альфа, да? Минус F от кси альфа. Так, коллеги? Ребят, все понятно? Ну, неравенство треугольника, модуль сюда, плюс модуль сюда. Каждый из этих, как оценивается? Это M, значит, это не превосходит 2M. А это у нас попадает у меня куда надо. Ну, давайте с вами посмотрим. Ну, да, кси у меня как раз лежит больше в эпсилон. Значит, это меньше, чем эпсилон поделить на 2M. Итак, пишу, это слагаемое. Вот так оценивается, это вот так. И, ох, хорошо, получилось. Итак, коллеги, что мы с вами получили? Для любого эпсилон нашлась в эпсилон окрестность B. Как только туда попадают кси и это, то отрезок интеграла по модулю меньше эпсилон. Это что такое за условие? Правильно, условие кси равномерной сходимости, не собственно интеграла с параметром. Пишу по критерию кси интеграл сходится равномерно по альфа из А, на множестве А. Ну, поздравляю, вот такое утверждение. Доказали. Двигаюсь дальше. Давайте рассмотрим признак Абеля. здесь поменяем условия, вот в этом смысле. Пусть у меня Ф и Ж непрерывны на Аб и крест А и таковы, что да. Значит, требуем, чтобы вот такой интеграл с особенностью в B. Я это не проговорил, предполагаю, что у меня одна особенность в верхнем пределе. Изначально мы там прошлый раз ввели. Продолжаю. Что вот такой вот интеграл... Так, так, так. Было бы странно, если бы я так требовал это. Так, значит, такой интегралчик у меня равномерно сходится на А. Второй пункт, ну, монотонность нужна, она нужна даже для сходимости, поэтому куда же без нее. Это я записываю на любого альфа из А. Ну, третий пункт. Значит, здесь ослабляем, да, здесь мы требовали равномерную ограниченность. Ну, сейчас я поясню, что значит ослабляем. Значит, G от X альфа, да, она ограничена на этом вот произведении. Так, ну все, тогда выполнено следующее. Значит, интеграл вот произведения F на G, он сходится у нас равномерно на А. Коллеги, вот я спрошу, во втором семестре у нас были, да, признаки сходимости интегралов, да, мы рассматривали это как параметр, альфа, то есть фиксировали его и следовали, сходится или не сходится, да, уже попеременно X интегралов. Сейчас, вот уже у нас стало переменной такой полноценной, а тогда это мы всякий раз фиксировали. Ну так, кто помнит, как мы там доказывали признакабельно? Совершенно верно, сводили очень просто это все к Дерихле. Теперь, почему я сейчас буду мучиться и не сводить к Дерихле? Ответ, надо внимательно посмотреть. Вот что у нас было раньше? У нас было раньше, что альфа нет, да, интеграл сходится. Интеграл сходится, тогда, согласитесь, вот такие вот частичные интегралы обязаны быть, как функция, имеющая предел, должны быть ограничены. То есть, это было условие сильнее, чем вот здесь. Недаром мы сводили эту теорему к этой. А теперь давайте с вами посмотрим. Вы согласитесь, что теперь он может равномерно сходиться к неограниченной функции. И теперь эти условия как бы независимы друг от друга. Поэтому доказательство не может быть простым, а надо какую-то вещь прокрутить заново. Объяснил, почему я буду не так, как во втором семестре говорить, очевидно, что по признаку Дерихля. Ну, поехали. Давайте это докажем. Так, поехали. Пусть у меня эпсалон больше нуля. Выберем выберем С больше нуля, так, чтобы G от X альпа превосходило. С для всех X из AB для всех альфа из А. Ну, поскольку интеграл у меня сходится сходится равномерно на А, то у нас существует B эпсалон окрестность B. Ну, что я там записывал, да, что для любого. так, коллеги, предлагаю здесь пока оставить, что потребуется, то и запишем. Давайте главное оставьте здесь строчку. Итак, пусть у меня вот опять КСИ и это выбраны в эпсалон окрестности Эпсалон окрестности B. Вот я применяю опять хочу применить формулу Банне. Ну, вот проблема, да, у меня не сказано, что здесь за знак. Давайте мы как-нибудь подгоним, ну, то есть как мне быть, где-нибудь я записывал, да, в какой-то последовательности. Да, давайте здесь где-нибудь выше напишите, зафиксируем альфа больше альфа из А и опять можно считать, что G от альфа G X от альфа попеременная X не строго убывает. Ну, не могу напрямую применить, коллегия, а что сделать? Ну, давайте подправим, вот как мне побороться с этой картинкой, ну, поднять, наверное, да, значит, пишем, применим формулу, вот теперь после этой фразы, применим формулу Банне к функции G минус G это от альфа. Пойдет? Я как раз поднял, эта функция у меня теперь неотрицательна, функция неотрицательна на B. И я могу записать формулу Банне. Найдется у меня средняя точка С, что будет выполнена следующая от кси до это F от х альфа G от х альфа минус G это от альфа. Скобка скобка дх равняется G от кси альфа минус G это от альфа скобка скобка здесь от кси до С F от х альфа д х коллеги пойдет? Вроде так, да? С использовалась ну да тут ладно С большое а тут С маленькое сильно не судите строго так коллеги давайте перепишем аккуратно это чтобы можно было потом увидеть ну что разобью в два интеграла мне же какой надо интеграл оценить да вот отрезок такого коллеги правильно скажите мне пожалуйста что будет я вот это пока перепишу G от кси альфа от кси до С F от х альфа д х коллеги перебросил вот это выражение сюда всем видно что у меня общий множитель есть этот вот вынес что останется коллеги значит у меня из этого отрезка вычитается интеграл по такому отрезку интеграл по какому отрезку у меня останется от С до это от С до это F от х альфа д х ребят мы это уже проделывали это так называемая вторая теорема средняя интегральная но я еще раз напомнил чтобы поменьше как сказать вспоминать было лучше еще раз проговорили понятно ребят что произошло ну что давайте навесим модуль давайте я подойду поближе вот это откуда появилось ну вот я раскрыл да раскрыл интеграл ребят давайте вы перепишите а я уже начал здесь модуль навешивать так модуль сюда модуль сюда модуль сюда модуль сюда так ну поехали это у нас как можно записать это у нас константа c большое так Андрей а это что у нас такое f да ну в терминах вот этой функции миша покажем это у нас f от чего тут c альфа минус f от кси альфа правильно плюс c f от это альфа минус f от c альфа коллеги скажите можно вот это сделать маленькими со множители значит что тут у меня будет c на вот так плюс цена вот так и это эпсилон а вы мне скажете почему это можно так сделать конечно можно сделать равномерная сходимость означает что выполнен выполнено условия каши а условия каши как раз и есть запись вот этих вот выражений итак давайте я тогда что мне здесь надо было запишу итак что мне нужно было значит найдется вот такой вот в эпсилон ну теперь понятно почему я здесь должен взять другие буковки да как только у меня у и в попадут в в эпсилон окрестность b у меня выполнено следующее f от так равномерность же сказать для любого альфа с а у меня f от у альфа минус f от в альфа меньше ну и что тут я писал эпсилон на 2с вот такую вот фразу ставьте коллеги ну поздравляю вот так это все выглядит давайте давайте завершим да что мы здесь показали что выполнено условие каши для нашего интеграла да ну напишите завершающую фразу по критерию каши интеграл ж от альфа равномерно сходится на а коллеги все понятно здесь хорошо ну давайте поприменяем так применим эту всю теорию к вычислению интеграла дирехле в принципе я в конспекте вам предлагал это сделать используя уже ряды фурье это там можно было по пути сделать один шаг ну это не самый простой сейчас мы вот эту теорию применим не самый простой способ но тем не менее давайте проиллюстрируем как работает итак пример не самый простой способ для вычисления интеграл да в дальнейшем вы познакомитесь с более продвинутой техникой так интеграл дирехле ну вот мы его вычислим да это интеграл от нуля до бесконечности синус альфа x на x dx ну что коллеги надеюсь как-то сразу видно что достаточно сделать замену альфа x на новую буковку и свести все к случаю альфа равно единице ну конечно для нуля отдельно это значение ноль да вот поэтому я буду вычислять интеграл при альфа равна единице что я делать рассмотрим вот такую вот функцию функцию от y под интегральную функцию синус x на x домножим усилим сходимость домножим на экспонент где рассмотрим на вот таком вот промежутки по y ребят что мы можем сказать про и от y все взгляните на теоремы и посмотрите можно ли сказать что этот интеграл и от y сходится равномерно на множестве а ну чего хотите применять хоть Абеля хоть Дерихле ну давайте по Дерихле я рассмотрю что я здесь должен выделить функцию имеющую ограниченную первообразную ну синус отлично вот не превосходит двоечки так давайте второе что там должно монотонность и равномерное стремление к нулю ну давайте там монотонность у меня есть обе функции убывают какие там положительные осталось равномерное стремление к нулю показать ну давайте покажем можно это вот так оценить и при x стремящемся к бесконечности это будет стремиться к нулю независимо от y значит при x стремящемся к бесконечности все ну пишу следовательно да по признаку Дерехле и от y сходится равномерно на этом промежутке и значит и значит ребят а ради чего мы вводили равномерную исходимость ради того чтобы получать свойства функции и от y да зная что функция вот эта хорошая всем ли видно что давайте я раз навсегда доопределю в нуле единицей значит это у меня функция непрерывная как функция одной переменной а значит как функция двух переменных x и y это непрерывная функция как функция двух переменных произведения непрерывная функция функция двух перемен. Значит, непрерывная функция, а значит равномерная сходимость есть под интегральной функцией непрерывно, значит и от y непрерывно. Свойство непрерывности, да? И значит, по свойству непрерывности, запишите, по свойству непрерывности интеграла с параметром и от y непрерывно, ну, мне в нуле нужно, давайте я в нуле и оставлю, да? Непрерывно в нуле. Еще раз, это интеграл с устранимой особенностью в нуле. Доопределили по непрерывности в нуле единичкой, нет особенности. Ребята, это понятно? Все, двигаюсь дальше. Давайте напишем, покажем, что функцию i можно дифференцировать по у больше нуля. Ну вот, скажите мне, это далекая теорема, ну из этого параграфа, ну все равно далекая, да? Аж две лекции назад это было, ну может кто, посмотрите. Да, теорема о дифференцировании интеграла с параметрами. С чего мы начинали этот параграф? Вторая теорема. Ну кто может, посмотрите, а так я напомню. Что мы там хотим с вами? Я хочу показать, что вот эта функция у меня дифференцируема на каком множестве? На множестве, там было е, да? Сейчас, ну не важно, а, тоже да. Вот такой, от нуля до плюс бесконечности, ноль не включая. Значит, что я должен рассмотреть? Я должен рассмотреть вот такую вот функцию. Давайте перепишу ее и сказать, что она у меня, что она у меня? Она у меня интегрируема, интегрируема на каком множестве? На множестве е, вот в таком, для всех y. Как всегда, я разом не смогу побороться со всеми y, поэтому я фиксирую отрезок cd и на нем рассматриваю. Вот пусть у меня выполнено такое вот неравенство, я рассматриваю на отрезке y из отрезка cd. Значит, рассмотрел. Эта функция у меня интегрируема. Ну а частная производная, давайте ее запишем. Коллеги, как выглядит частная производная у меня? По y у меня вылазит минус x, так, коллеги? И с этим x сокращаю, получается минус e в степени x синус x. И в этой второй теореме о дифференцировании по параметру надо, чтобы это имело какую? Интегрируемую мажоранту. То есть сверху ограничивалась функция φ от x, которая от y не зависит и была интегрированной. Ну чего ж мне здесь сделать? Давайте я навешу, навешу, запишу вот так. Синус единичкой оценю, а здесь e в степени. Ну, недаром я отступил от нуля. Значит, у меня экспонента убывает, да? Наибольшее значение слева это будет минус cx. Эта функция у меня интегрируема на луче от нуля до плюс бесконечности по x. Ну все, тогда по теореме 2 из этого параграфа и от y у меня дифференцируема на отрезке cd. Причем, ну что важно, мы знаем, как выглядит производная. Значит, как выглядит производная. Так, как выглядит штрих по y равняется, коллеги, ну помогите, ну вот этому интегралу до от частной производности. Этот интеграл уже можно вычислить. Давайте это проделаем. Ну как вычислить? Табличный, да? Отлично. Давайте зациклим, да, получим уравнение, два раза проинтегрировав по частям. Ну давайте проследите, чтобы я правильно проинтегрировал по частям. Так, ребят, возьму под дифференциал экспоненту запрячу. Все тогда будет, если я по x. Не, не хочу. Синус, давайте синус спрячем. Так, синус, что там будет у нас синус, если я... Так, значит, производная косинуса, минус синус, поэтому этот минус сюда пойдет d от косинуса. Итак, поехали. e в степени минус x на косинус x от нуля до бесконечности. Так, что там? Минус по формуле и минус вот отсюда, да, при дифференцировании. Согласны, ребят? Значит, я считаю плюс, плюс y, а здесь будет от нуля до бесконечности, e в степени на косинус x dx. Хорошо. Значит, это предел при x, стремящемся к плюс бесконечности. Бесконечно малая на ограниченную ноль. Осталось подставить ноль. Здесь будет единичка, правильно? И, так как нижний предел, минус единичка. Плюс y сюда и еще раз, и еще раз по формуле, да, интегрирование по частям. Это я косинус dx, как дифференциал от синуса x. И поехали. e в степени минус. Так, на синус x. Ноль бесконечность. Значит, минус, минус. Минус по формуле, да, а дальше что будет, ребят, еще раз, да, плюс, да, и у от нуля до бесконечности. e в степени минус y на синус x, да? Ну, вроде так. Вроде так. Коллеги, давайте здесь упростим. Значит, ну опять бесконечно малая на ограниченную ноль и подстановка нуля ноль, да. Значит, у меня в итоге остается минус единичка плюс y в квадрате на y штрих вот y, так? Ну вот на эту буковку. минус, да. А сейчас где у нас? идите запишите, а то я не вижу, где я здесь ошибся. Ну вот здесь вот нормальный плюс. Так, давайте. А вот здесь минус. А почему? Потому что и штрих это минус интеграл. А, ну вот видите, я и не понял. Так, спасибо, да, совершенно верно. Так, ребят, ну все, а то бы я не посчитал. Спасибо, скажем. Так, ребят, что тогда у нас получается? У нас получается вот такая вот формула, да? Она, коллеги, так? Где эта формула верна? Она выполнена на отрезке CD. Теорема нам говорит. А как мы выбирали отрезок CD? Ответ. Произвольно. Вот с такими условиями. Скажите мне, если на таком, на произвольном отрезке CD с такими условиями выполнено это равенство, то выполнено, оно же поточечно выполнено, то выполнено и на объединении по всем таким отрезкам. А что из себя представляет объединение всех таких отрезков? CD с условием CD меньше, DC больше нуля. Луч от нуля до плюс бесконечности, ноль не включая. Давайте я это пишу. Это у нас для любого Y из CD. И в силу произвольности, напишите, в силу произвольности отрезка CD, пишу вот так. Хорошо. Значит, я могу восстановить. У меня будет минус арктангенс Y плюс С. Все это здесь выполнено. Согласитесь? Нам нужно вот константу С найти. Это сделать нетрудно, оценив, поняв следующую вещь. Давайте мы имеем вот такую вот оценку, очевидно. Модуль сюда, модуль сюда. Мы с вами знаем неравенство, что модуль синуса не превосходит модуля Х. Значит, эта функция не превосходит единички. Значит, не превосходит единички. Я могу записать, что у меня справедлива вот такая вот оценка. Этот интеграл считается. Считается. Ну что, я хочу сюда Y записать, чтобы он считался. Ну тогда мне надо поделить на Y. Итак, это у меня будет 1 на Y, интеграл от 0 до бесконечности, E в степени минус T, DT после замены. Ну это будет минус E в степени минус T, подстановка бесконечности 0, подстановка 1. Получаем вот такую вот вещь. Скажите мне, пожалуйста, вот у меня выполнена оценка вот такая, а значит, выполнена, да, оценка для такого выражения. И это все стремится к нулю. Здесь могу стремить к бесконечности. При Y стремящемся к плюс бесконечности. Ну тогда у меня вот это выражение должно стремиться к нулю. Правильно? Равен тоже. Ну в смысле и от Y, и здесь и от Y. Значит, итак, а при каком C у меня предел этот равен нулю? При C равном pi пополам. Так? Все, значит, отсюда заключаем, что C равно pi пополам. C равно pi пополам. Отлично, хорошо. Ну и давайте закончим. Так. Хорошо, C пополам. Ну и теперь, пользуясь непрерывностью в нуле, да, поскольку И непрерывно в нуле, то вот эта формула должна выполняться еще и в нуле. Но тогда, что я здесь имею, то И от нуля равняется Y сюда вместо Y 0. И тогда получаю pi пополам. Итак, что мы с вами получили? Мы с вами получили, что вот такой вот интеграл равен pi пополам. При альфа 0, значение 0 у этого интеграла, да, ну вот у заявленного интеграла, а при альфа, например, больше нуля, я могу сделать замену. Сделаем замену, да, в исходном интеграле альфа х равно t. Сведем сюда, значит, вот у меня альфа х, альфа сюда, альфа появилась, внес сюда так, и получается, что синус t на t dt с теми же пределами. То есть при альфа больше нуля все эти интегралы равны pi пополам. Ну, легко увидеть, что эта функция нечетная, да, по альфа, и значит при альфа меньше нуля значение какое? Минус pi пополам. Ну и заканчиваем, получаем, что формула у нас pi пополам на сигнум альфа. Вот значение такого интеграла. Ну и по пути мы много фактов по теории просмотрели. Итак, ребят, пару минут, перерыв. Ну что, начинаем, да? Коллеги, давайте теперь ко второй части перейдем к нашей лекции. Ребят, я уже стер здесь с доски, ну, вот коллеги обнаружили там некоторые опечатки, посмотрите, я там отрезок cd заменил на b, где-то параметр альфа у меня возник, ну, подправьте там. Ну что, коллеги, вторая часть нашей лекции будет посвящена интегралам Эйлера. Значит, последний пункт в этом параграфе интегралы Эйлера. Определение. Определение. Функция гамма х от нуля до плюс бесконечности t в степени х минус 1 на е в степени минус t dt определенная при х больше нуля, как мы покажем, называется гамма функции Эйлера. Гамма функции Эйлера. Давайте корректность этого определения проверим. Скажите мне, пожалуйста, всем ли понятно, что бесконечность у нас всегда особенность и при некоторых х может особенностью выступать 0. Знаете, как мы с вами исследовали, когда у нас есть две особенности. Ну, разбивали на два, да, интеграла с одной особенностью и про каждую из них говорили отдельно. Ну, давайте с особенностью в нуле поработаем. Вот у меня есть вот эта вот функция. Всем ли понятно, что при t стремящемся к нулю справа, у меня это стремится к единичке и значит у меня функция это эквивалентно t в степени х минус 1. Знаете, я запишу в привычном со второго семестра виде и вы мне тогда скажете, когда вот интеграл от нуля до единички t в степени x минус 1 e в степени минус dt сходится скажите мне тогда и только тогда, когда сходится такой интеграл, а он сходится, когда параметр 1 минус x меньше единицы, то есть x больше нуля. хорошо разобрался давайте теперь посмотрим как ведет себя подинтегральная функция на бесконечности. Скажите мне, пожалуйста, всем ли понятно, что я могу экспоненту разбить в произведение двух экспонент по половинке здесь взять ну тогда я могу записать дайте я тогда подробно сделаю скажите мне, пожалуйста, куда вот это стремится по лопиталю, например, к нулю, да, при любых x. Значит, это у меня есть o малое от экспоненты в отрицательной степени. Это все у нас при t стремящемся к плюс бесконечности. Скажите мне, пожалуйста, всем ли ясно, что интеграл этот сходится от экспоненты? Ну значит, все, что от него мало по признаку сравнения тоже должно сходиться. Итак, пишу, следовательно, интеграл от единички до плюс бесконечности t в степени x-1 на e в степени минус dt сходится для любых x. Для любых x. Ну объединяем тогда интеграл от нуля до бесконечности, а это гамма-функция сходится при x больше нуля. То есть функция гамма корректно определена. Коллеги, все понятно? Хорошо. Записал, записал. давайте сделаем вспомогательное утверждение. Применим нашу теорию и можем сказать, что гамма-функция у нас бесконечно дифференцируема на вот области определения бесконечно дифференцируема и причем производная вычисляется вот так. Е в степени СТ логарифм Т в степени К ДТ. Ребят, скажите, давайте я сразу с вами поговорю. Вот мы с вами разобрались, что этот интеграл у нас сходится, да, при всех x больше нуля. Вы согласны, что ровно теми же рассуждениями я могу сказать, что дописывание логарифма не повлияет на сходимость. Все, так? Значит, этот у нас интеграл сходится при любых, ну, для любых кат, да? Хорошо. Ну, давайте с вами как-то здесь более-менее подробно распишем. Ну, при нуле у нас сама гамма-функция есть. Давайте покажем, что выполняется переход, индукционный переход. Ну, напишите эту фразу, покажем, что выполняется индукционный переход, да? Проверим, да, индукционный переход. Я хочу снова воспользоваться теоремой 2, которую мы вот уже применяли. Теорема о дифференцировании интеграла с параметром. Что я здесь делаю? Ну, как всегда, отделяюсь от нуля и доказываю, что у меня на отрезке есть, ну, выполняется теорема, да, условия теоремы о дифференцировании по параметрам. Ну, как здесь делаем? Ну, давайте с вами посмотрим. Значит, вот у меня есть эта функция. Я хочу рассмотреть по иксу производную этой функции. Скажите мне, пожалуйста, что у меня тогда здесь возникнет? Всем ли понятно, что по иксу это и это это константы? Надо продифференцировать показательную функцию. А как показательная функция дифференцируется? она же на логарифм основания. Значит, у меня просто добавляется еще раз логарифм. Итак, t x-1 e в степени минус t логарифм в степени k плюс 1 t. Коллеги, это ясно? Все, теперь скажите мне, пожалуйста, я хочу оценить, показать, что для этой частной производной у меня есть интегрируемая мажоранта. Функция φ, которая по модулю ее оценивается, интеграл от нуля до бесконечности, от которой сходится. Что мне взять в качестве такой функции φ? Ну, давайте просто аккуратненько проследим здесь две особенности. Вот если я от нуля до единички рассматриваю, то что у меня возникает? Вот чем можно оценить вот это не зависящий от от чего? От х. Помогите мне, если я живу, давайте вот я здесь напишу, на интервале 0,1. Т у меня меняется здесь. Ну, раз т меняется от нуля до двинца, то если я возьму поменьше, то это будет побольше. Правильно, ребята? А поменьше у меня где? Вот здесь. Пишу, значит, это у меня будет c e в степени минус t логарифм вот так t. Это вот оценка выполнена по на вот этой интеграли. И интеграл такой вот у нас сходится интегрируемая функция на вот этом промежутке. Значит, интегрируемая функция. Хорошо, давайте также поборемся с особенностью в бесконечности. Боремся. ну а здесь у меня от единички до плюс бесконечности. Тогда мне надо t взять побольше. t побольше на этом промежутке. Ну вот степень побольше b. Значит, t в степени d-1 e в степени минус t логарифм в степени k-1t это у нас на промежутке вот таком. Эта функция у нас интегрируемая на этой промежутке. Все, я нашел интегрируемую мажоранту. Вот функция φ выглядит. Ну, давайте сложим их. Тогда она будет годиться на всем промежутке от нуля до бесконечности. Значит, я могу сделать вывод, что у меня есть производная у этой функции, которая вычисляется по какому правилу. Ну, вот по такому добавляется степень сюда. Индукционный шаг получен. Итак, теперь дифференцируемость следует по теореме 2 этого параграфа. теореме 2. Ну, вот такая вещь, коллеги. Хорошо, ну, пригодится мне. Надеюсь, я что-то сегодня успею поговорить. Двигаемся дальше. Теорема. Начинаем изучать свойства. Да, какая теорема? Подождите, да, 9-ая это хорошо. надо, ребят, чтобы содержательно здесь развить теорию, надо ввести еще одну функцию, функцию L, бета-функцию L. Итак, определение. Так, поехали. Функция бета от x y определяемая вот так. называется называется бета-функцией л. Опять корректность проверим. в общем случае интеграл с двумя особенностями в нуле и в единичке. Значит, что у нас происходит в нуле? ровно так же, как и в прошлый раз я могу вот так записать. интеграл у меня сходится, значит, такой вот интеграл сходится тогда и только тогда, когда сходится интеграл такой функции с особенностью в нуле, а он у нас сходится когда это меньше единицы, то бишь x больше нуля. Давайте аналогично устанавливается, что интеграл такой вот сходится. Коллеги, всем ли понятно, что просто достаточно сделать замену u равно 1 минус y и поменять местами? То есть эта замена нам говорит, что эта функция симметричная. b от x y равно b от y x. Неважно, в каком порядке. Понятно, ребята? поэтому такой заменой мы сводим особенности в нуле и там же получаем, что y больше нуля. Да, сходится. Спасибо. Очередной раз. Коллеги, все здесь понятно? Ну что, давайте получим основной результат вот этой части лекции теорема 9 теорема о связи β и γ функции. Значит, на областях определения справедливо следующее тождество. доказательства что коллеги, давайте установим. доказательства запишем произведение в виде двойного интеграла. что я имею ввиду? Ну, давайте с вами посмотрим. Вот у нас есть дать я напишу. е в степени минус t 0 на бесконечности е в степени дайте другую буковку возьмем. Ребят, я записал вот так. Можно сделать, да? То есть я просто гамма функцию внес под интеграл. Коллеги, всем ли видно здесь два повторных интеграла? Функции у меня неотрицательные, измеримые неотрицательные, значит работает теорема Тоннелли, которая говорит, что два повторных интеграла равны, да, повторный интеграл равен двойному. Ну, запишу. Итак, значит, я здесь пока рассматриваю интегралы Риммана, но теперь по теореме Леви это у нас все интегралы Лебега становятся, а значит, я могу применить теорема Тоннелли, да, если аккуратно здесь, значит, по какому множеству первая четверть от какой функции, ну, давайте с вами смотреть, Т в степени Х-1, Е в степени минус Т, С, У-1, Е в степени минус С, ДС, ДТ. Коллеги, все понятно здесь, хорошо, теперь скажите мне, пожалуйста, я хочу сделать замену переменных, один из пунктов говорил, что если у нас функция не отрицательна, а у нас она такая, то замену можно делать, вот давайте какой я дефиоморфизм сделаю, так, рассмотрим, да, сделаем, напишите, сделаем в последнем интеграле замену, какую замену, вот такую замену, У-1 минус В, Т равно У-В. Значит, ребят, я должен рассмотреть какое-то множество Е, которое под действием вот такого отображения перейдет вот в первую четверть. Ну, какое множество здесь можно взять? Ну, по У, наверное, У больше нуля, да, а В от нуля до единички возьму. Итак, значит, по У возьмем от нуля до бесконечности, это по У, давайте я вот так напишу, У, а по В вот так. Ну, вот можно проверить, что это действительно обратимое отображение, можно здесь, ребят, повыражать одни буковки через другие, как вы считаете? Да, ну, наверное, поделю, да, избавлюсь от У, тогда В выражу через отношения. Короче, обратимое отображение, проверьте. Так, что мне там в замене переменных надо? Екобиан. Давайте это Екобиан посчитаем. Значит, дифференцирую по У, это будет у меня 1 минус В. Дифференцирую по В, это будет минус У. Здесь В, здесь У. Так, это У минус УВ плюс УВ. Это У. коллеги, так. Все, значит, у меня все ингредиенты есть, давайте заварим котел, сделаю замену переменных в последнем интеграле. Тогда этот последний интеграл, который у нас был равен произведению функции превратиться во что? Значит, по Е, а здесь у меня, ну, коллеги, придется проследить, пожалуйста, аккуратно, все ли я здесь учту. Т пишу в степени х минус 1, Е в степени минус УВ, С, С это у меня У в степени У минус 1, 1 минус В в степени У минус 1, здесь будет Е в степени У минус УВ. Коллеги, правильно собрал? Здесь вот так, да? Икобиан не забыл, я еще не закончил, да. С этим так, сюда и ДУ, ДВ. Хорошо. Еще раз применяю Теорему Тоннелли, еще раз применяю Теорему Тоннелли, но давайте применю ее на другой доске, вот так. Перехожу сюда, ну, вот, помогите мне, ну, давайте, давайте так, так, я пока здесь еще раз запишу, попреобразовываем. Ребят, скажите мне, пожалуйста, У у меня в какой будет здесь степени? Так, х минус 1, вижу вот это и вижу вот это, так? Значит, будет х плюс у минус 1. Продолжаем разговор. Скажите мне, пожалуйста, что здесь будет с экспонентой? Произведение экспонент, экспонента от суммы, это и это сокращаются, е в степени минус у. Так, что у меня с вшками? В в степени х минус 1 на 1 минус в в степени у минус 1 до dv. И вот теперь я расписываю это в виде повторного интеграла. Итак, скажите мне, пожалуйста, внешне, ну вот у меня такая полоса хорошая, все сечения и проекции ясны, проекция на это множество, ну, давайте так я запишу, вот так у нас получается, так, и я внешне по у записываю, все, что от у я могу выносить, а что у меня зависит от у? Ну, вот такой агрегат, вынес у в степени х плюс у минус 1 все, что осталось от v по чему будет интегрироваться? Ну, вот по такому множеству v x минус 1, да, и 1 минус v y минус 1, dv, скобку закрыл, и du внешним образом. Скажите мне, пожалуйста, что стоит вот здесь? Да, ну, это от x, y, число при фиксированном x, y, да, значит, выношу сюда, что вот это за число? Ну, все, пишу β от x y гамма от x плюс y. Поздравляю, получено утверждение. Отлично. Коллеги, есть ли вопросы по вот этому? Все, хорошо, давайте успеем за 5 минут какие-то что еще раз? у нас по определению, да, это положительное значение, да, поэтому все радикально, да? Коллеги, давайте свойства гамма-функции. ну, почему же из всех неэлементарных функций это самое важное, да, потому что куча замечательных свойств. Первое свойство, да, формула называется формула понижения. формула понижения. Значит, справедливо следующее равенство. Оставьте место для факториала, конечно же, мы с вами получим. Ну, поехали. Это все легко здесь получить. Записываю так, коллеги, и интегрирую по частям. Вношу экспоненту сюда. Минус степенята будет минус tx на e в степени минус t подстановка 0 и переход к пределу при t, стремящемся к плюс бесконечности. Минус по формуле, да, и минус то, что было здесь у нас при. Значит, дифференцирую теперь t в степени x по t по t это какая функция степенная. Значит, что у нас будет? x идет сюда производная на t в степени x минус 1. Ну, значит, у меня остается t в степени x минус 1 e в степени минус t dt. Так, скажите мне, пожалуйста, при t больше, при x больше 0. У меня подстановка сюда 0, что даст? 0, а при t стремящемся к плюс бесконечности показательное убывание, степенное возрастание, значит, у меня будет предел 0. Итак, внеинтегральный член идет в 0. и значит, у меня остается то, что заявлено. Коллеги, давайте с вами посмотрим. Если я при натуральных n поприменяю, то что у меня здесь будет? У меня будет n на гамма n. Так, продолжу, продолжу. Что будет на втором шаге? n на n минус 1 на гамму от n минус 1 и так далее, и так далее. n минус 1 и так далее. До единички пока остается гамма от единички. Так? Скажите мне, пожалуйста, как выглядит гамма от единички? гамма от единички это интеграл т в нулевой степени единица е в степени минус t dt вот такой вот интегральчик. Считаем этот интегральчик, получаем единицу. Значит, это у меня единица и как следствие мы с вами получили, почему эта функция так тесно связана с факториалом. Да вот почему. Да, это как раз такое непрерывное продолжение факториала. Итак, n-факториал, да, вот он у нас возник. Все понятно, коллеги? и так, ладно, коллеги, давайте на этом закончим. Не успел, что хотел, но ничего. Все, спасибо, до встречи в следующий раз.